В общем, это этаж мини-машин для жены. Тот был для больших дяденек, короче. Для кабанов, в общем. А это для... Вот такие даже знаки есть, Toyota. Мини-машины такие вот, квадраты такие вот. Небольшие. Ну, тут семейные эти вот. Есть вот такие вот маленькие совсем. А есть семейные, вот типа таких вот. Это... О, неплохая X-тима. Пойду завалюсь туда сейчас. На дисках тут все дела. Открываем калитку. Ну и ничего так. Вот, есть зарядка для сотового. Уже хорошо. Вот. Там менюшка. Правда, ничего не включено. Ну-ка, дверь... Дверь закрыть. И дешевле. Сколько стоит? А, это, наверное, простучка. Где? А, 326 тысяч? Не, он стоит... 4 миллиона. А, ну да, полтора миллиона где-то, да, рублей. Ну, тут... Да, тут вот эта ткань, елки-палки. Вот эта ткань. Которая мне нравится как раз. Она в одну сторону гладкая, в другую шершавая. Там немного. Нормальная машина для семьи, я так скажу. Ездить можно. Так, ну и что еще тут есть интересное такое? А вот и стима, ну, это обычный, смотря на... Это гибрид стоит, грубо говоря, полтора миллиона, да? А вот такая стоит миллион, короче. Не гибрид, обычный. Вот, дверь, кстати, здесь полуавтоматическая. То есть ты начинаешь закрывать. У нас дверь есть вообще? А, вот так вот. И она, блин, я не знаю, наверное, выключена. Сейчас мы включим. А, вот здесь даже на русском написано. Плохо видно. Сдвижная дверь. Не стойте в дверном проеме, когда дверь открывается или закрывается. Как-то интересно, как стоять, когда она открывается. Во время начала доработки доводчика двери подобные сведения смотрю в руководстве. А, вот она автоматическая. Вот. Это вот этот, включаешь, вот доводчик, но она закрывает ее. Не знаю, с той стороны сейчас так же проверим. Как она работает. Вот так мы ее дергаем на один раз на себе. Она вот так вот закрывается. Но не до конца. Потом вот так вот. Оп. И все, и доводчик срабатывает. И так же открывается. Вообще, это все можно управлять там дистанционно, но, в принципе, и так тоже удобно. Так, пойдем дальше посмотрим, что там исчищает. Пойдемте. Что тут нет? Ничего интересного. Там такая же стоит, только не оранжевая, а черная. 86-я. А. Здесь? Да. Я выбрал себе машину. Короче, мне нравятся елки-палки. О! Вот эта тачка. Ништяк, короче. Кто-то ручник поставил за меня. Хе. О! Start engine. Что, работает? Не работает. Блин. Дайте ключи, а. Хочу завести. Тут, короче, скорость переключается. Вот так вот это плюс. А вот так вот это вот минус скорость. Что тут есть еще интересное? Ну, руль такой удобненький прям. Хороший. Тоже автомат. Там две педали всего. Что еще здесь есть? Здесь, видимо, GPS или магнитол очень такой втыкается. Это вот режимы автомата. Спорт. Или снег. Или тут еще какой-то режим есть. Или вот анти... То есть включение... АБС. Вот. Ну, что тут есть еще? Заблокирована рукоятка. Но, видимо, из-за того, что я сел. Тут это все крутится. Все это аккуратненько сделано. Да. Ну, старт инжай не работает. Хреново. О, ручник. Ручник можно опустить. Все. Так как... Так как это самое... Здесь, в принципе, ключей нет. Можно выкатить ее. Ручник. Так светится панель. Вот так она выключается. Блокировка дверей. Оп. Включил. Оп. Выключил. Это у нас стеклоподъемники. Кстати, стеклоподъемники не работают, когда нет ключа. Короче, все. Толкаем. Я снял с ручника. Давай, выталкиваем ее. Просто, видишь, не заводится. Она говорит мне, ключа нет. Вон. Стоподъем, без ключа заводится дистанционно. Да, думаешь? Может, попросим? Хочу послушать, как оно. Да, бред. Ха-ха. Королла Филдер. Такие машины универсал здесь в основном стоят для семьи. Вот. Говорят, что типа вмещается туда доска для серфинга. Два метра длиной. Эти сезонки. Вот это все. Ну что, отдохнем в палатке. Сейчас еще попивку закажем. Музяка уже играет. Вот тут автоматический рояль. Кстати. Правильно, японцы не заморачиваются, не нанимают. Здесь пианистов всех таких. Они просто сделали электронный рояль роботизированный, который сам все играет. И все. Короче, здесь машина для кемпинга. В основном. То есть вот, такие вот даже есть. Под классический под Мерс сделан. А вот это неплохая что-то. Не зря японцы тут крутятся. Кадиллак сделана такая. Сугодесная. Как они говорят. Что там внутри, кстати? Вскроем, посмотрим. Ну да, нормалек. Цивильненько так. Это ручка форсажа. Здесь как бы все оформлено в таком представительском стиле. Представительский класс. Вместо смотреть, сколько сзади. Блин, не в десятке. И даже не... Целый диван целый, бля, не знаю, тут. Огромное просто пространство. Это, наверное, не продается. А? Все продается. Ну это это. Видишь, представительского класса такая она. Вон, ценник же висит что-то. Два миллиона, елки-палки. Что тебе? Феникс, типа, видишь, такое нарисован. Ген. Телли. А, нет, не два. Двенадцать миллионов. Я ошибся. Ну так, короче, около шести лимонов рублей. Такую тачку. Наверное, самая дорогая тачка, которая здесь есть. Не зря она стоит на этих самых, на подпорках, чтобы не угнали. Это вдруг выкатят с четвертого этажа, бля. Прям с окна ее. Фух, так. Ну, сзади, сзад, конечно, так себе у нее. Это же, типа, вещь лимузина сделана. Там внутри, блин, просто дофига места. Тут вот всякие приусы стоят. Это вот, которые здесь вот электро... Полностью, наверное, электро... приусы на электродвигателе. По идее, он должен заводиться и так. Канубки engine есть, а вообще здесь нет. А, нет, здесь ничего нет. Музяка? Музяка тоже не работает. Хреново, что могу сказать. Машина без музяки, это фуфло. Вот, сай. Вот такой значок новый, тойотовский. Прикольно. С синей окантовкой. 4 миллиона 300 йен, это, ну, короче, полтора миллиона рублей, где-то так. Ну, тоже так, ничего неплохо сделано. Светленько все. Вот, я не знаю, что это за приборы. Энтер, ну-ка. Типа джойстика. Короче, что могу сказать. Вот эта штука типа джойстика. Я хрезе для чего она. Ну-ка, заводится он, нет? Не заводится. Хреново. Ничего не заводится. Вот есть еще такие вот. Mark X. Как вот были тогда Mark II, это уже Mark X. 3 миллиона. Ну, короче, где-то тоже около пол. Миллион двести где-то так на наши деньги. Миллион пятьсот. Вот. Цивильненькая такая машина. Вот. Тут вот открывается багажник снизу. Тут и этот бардачок. Пограмма бардачок для заправки. Вот так все оформлено тоже в представительском классе. То есть, телевизор, все дела. Dolby Digital. Место для девочек есть даже. Да и все. Все как положено. Это вам не наш Запорожец. На таком и стыдно в люди выехать. Проверим, как багажник открывается. Нет? О, багажник открывается. Ну, и так. Написано, что это премиум Mark 10. Ну, чё? О, да тупи вещи полно влезет, елки-палки. Ещё и пару друзей бухих можно запихать при желании. Так что это очень хорошая машина. Вот так закрывается. Ну, и нормалёк. И можно гнать куда-нибудь, отдыхать. Такие вот тут. У них типа представление о барбекю. Вот. Кстати, хорошая штука. Типа барбекишница такая вот. Угли там. Снизу сверху решётки. Сразу и столик рядом. Прямо тоже можно есть. Вот. Ну, это, видимо, так. Для примера это здесь не продаётся. Вот. Это вот такая уже. Алион, это попроще машина. Тем более дешёвым, пластиковым отделано. В сравнении с Mark 10. С этим. Это вообще. Это простая машина. Для обычного, так скажем, работника. Какой-нибудь столовой или забегаловки. Кстати, цвет хороший. Вот тёмно-фиолетовый. Вот такой вот нормалёк сам. Правда, машина так себе. Для такого цвета. Такую машину используют не особо. Хорошо. Сейчас. Сейчас. Ещё кое-что спросим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.